В отношении эстит, если там все как деструктивный тип, может быть, это элемент поддержимости, бесновастости на тех людей? То есть, и так же и в науке, в паранауке, в парамедицина и другие такие, для всего, которые мы ищем. И в музыке. Ну, я думаю, что да, кстати, музыка там, он приводит пример эстипа, это так называемая бесконечная мелодия. И вот если наш замечательный композитор Сверидов перешел от симфоний к песням и мелодическим рисункам, которые имеют начало, середину, апофеоз, конец, то есть он перешел к малым формам и говорил, что симфоническая музыка уже исчерпана, нужны такие, как песенное искусство, как меня в свое время поразил Гаврилин. То есть, с одной стороны, симфония, а с другой стороны, она вот вся состоит из таких каких-то фрагментов, которые самостоятельно могут жить. Да, и вот в музыке тоже бесконечная мелодия, которую, ну, где оборвешь, там оборвешь, она может продолжаться бесконечно, как, вот, знаете, музыка-релакс такая, ты под нее можешь заснуть, но это уже даже и не музыка. Или там рэп, это не музыка и не стихи, это вообще ничто, то есть нет формы. Или в живописи абстракционизм, даже и сюрреализм, если Сальвадор Дали говорил, что пока есть идиоты, которые покупают эти картины, я буду их рисовать. Да, то есть, такой циничный подход, цинично-прагматичный, не воспитывающий, а продолжающий разложение. Есть разложенцы, так я им еще помогу. И в Германии это называлось дегенеративное искусство, по-моему, это очень правильно. И этим дегенеративным искусством забиты музеи, так называемого, современного искусства. Да, это как-то, вот, как бы, с точки зрения христианской терминологии, да, это бесноватость. Но надо понимать, что она имеет, как бы, и скрытые, и мягкие формы. То есть, если бесноватый, мы уже видим какие-то внешние проявления. То есть, ну, действительно, там человек выходит из себя, начинает там выкипать, начинает там ругаться, или там в социальные сети зайдешь, но человек, вместо того, чтобы оценивать то, что ты сказал, он оценивает тебя. Вот я как раз из книги Йенша подчеркнул такой термин «рабулизм». Вы не слышали такой «рабулизм»? Это вот все способы неправомерной полемики. То есть, переход на личности, например. То есть, вместо того, чтобы слушать собеседника, переходит на личности. Вместо того, чтобы обсуждать то, что он обсуждает, вместо этой темы, тема подменяется какой-то другой, то есть, незаметно стараются перейти на какую-то другую тему. Подмена понятий. Ты говоришь об одном понятии, тебе говорят, ты не прав, и используют при этом другие понятия. Вот этот термин «рабулизм», он как бы очерчивает все вот эти методы, которые в те времена это казалось как бы дикостью. То есть, человеку, который указывают, у него указывают и говорят, что он пользуется этим методом, он как бы белая ворона, он дикий человек. А сейчас это в порядке вещей. То есть, это уже, понимаете, уровень одержимости у нас уже настолько поднялся, что мы перестаем иногда замечать, что это отклонение от нормы. То есть, все общество больно. Люди уже психически больны, а мы с ними продолжаем общаться как со здоровыми. Вот в чем беда. И там тоже такие цельные натуры возникают, которые кроме руганий там ничего и не знают, или выражаются только определенным таким, в кавычках, армейским языком. И это кажется уже нормальным, ну как мы уже привыкли к этому. А это уже не здоровье, это уже психическое отклонение от той нормы, которая была еще просматривалась в 19 веке, в 18 веке. А мы уже как будто превратились в других людей. Если бы наши предки на нас посмотрели, они бы сказали, да это же совершенно уже ненормально, и с ними общаться-то невозможно. Определением одержимости есть проблема. То есть, с одной стороны, наши собственные бесы мешают этому определению, а с другой стороны, вот эти мягкие, уже незаметные, привычные формы. Ну как бы все общество одержимо бесами, поэтому то, что у каждого есть свои собственные бесы, это печально. Сейчас это называется газлайзинг, вот эти бытовые формы, это называется современный термин, потому что понятие аргулизма, это специфическое такое, но для русской среды. Но для нас это уже норма, норма, к сожалению. Поэтому я бы осторожно использовал этот термин, потому что как бы своих собственных бесов в этом случае не разбудить, когда кого-то обличаешь, то может... А может быть, знаете, вы говорите, что он, например, человек белой вороны, а может быть, например, он такой типаж, который ничем не стремится выделиться, имеем тут мнение, как бы, ну все же так говорят, там как бы... А, это вот этот S1 тип как раз, который полностью ориентирован на окружение. Это инфантилизм. Ну, есть даже такие крупные государственные деятели у нас, которые я вот в Думе там видел человека, когда ему было лет 40, прошло там 20 лет, и он все такой же инфантил, а руководит там огромными финансовыми системами, и уже не только финансовыми. То есть это инфантилизм. И в детстве это нормально, когда человек ориентируется на окружение, а вот когда взрослый человек, вот такой с гибкой спиной, с отсутствием своей собственной линии, или с как бы избранной такой позицией, что позиции как таковой не существует, я меняюсь в зависимости от того, как мне выгодно, как мне кажется, вот я... реальность меня не интересует, я сам создаю свою реальность. Это так называемая экосистема. Вот мы создали какую-то экономическую структуру, а вокруг нее еще обволакиваем экосистемой. Создается такая модель экономики, замкнутая вот в этом конгломерате. И им кажется, что они в этом эффективны, но эффективны, пока конкуренции отсутствует. Вот они эффективны, как пока олигархическое правление. А так-то они из себя мало чего представляют, эти вот С1-типы. Может быть, это нужно как-то назвать конформизм? Ну, конформизм там мягко сказано, потому что это уже психическое отклонение. То есть это может быть еще не болезнь, а может уже и болезнь. Что у человека нет, он не может занять своей позиции, и на эту позицию влиять все, что угодно. Он поговорил с президентом, у него уже другая позиция. Или ему там съездил в Google, ему показали там все эти системы управления. Это уже марксизм. Ну, как поговорить не с кем, кроме как с президентом. Он говорил с президентом, ну, вот и все. Все сразу стало ясно, и он говорит, как вот все. Или сегодня, по-моему, я даже видел, один банкир сказал, как же вы это. Я был в Лондоне, и там, значит, жила такая Маргарит Тэтчер. Так вот она, ну вы прямо один в один. Это она директор Центробанка. Вот, ну, как бы такая похвала директор Центробанка. А человек руководит одним из крупнейших банков. Я думаю, ну, вообще, на что это похоже? Вот такая грубая примитивная лесть. Вот тоже, даже не С2 типа уже, а вот именно С1, как бы примитивный тип разложения. Вот Фрэнсис Кукьянка писал, что современные психотропные препараты плохо влияют на психику и заставляют людей изменяться, как мутировать. Вы говорили, что Ленин страдал с сифилисом, от этого у него были репрессии, он проводил негативную политику на людей. Есть ли какая-то возможность изменить человека в лучшую сторону? Что вы думаете, могло быть защитным механизмом для этого пройти Центробанка? Как раз вот Йенш пишет о системах питания. Он пишет о том, что современный город, то есть условия современного города, ну, в его время это уже промышленные, большие промышленные центры, и современные ему системы питания, особенно там задевает французскую систему питания, что они как раз вот ведут к этим болезненным состояниям, как бы искажают биологическую основу человека, и из чего потом проистекают различные болезни. Конечно, там представить себе, что есть такая таблетка, там проглотил и сразу вылечился от всех пороков века всего, абсолютно невозможно. Это как раз у них есть, вот у этих остипов, у них есть такое представление, что они рано или поздно изобретут универсальную таблетку, проглотят, и будут бессмертными, и вечно молодыми, и здоровыми. Кроме как системы воспитания, я других вариантов пока даже не могу себе представить. Да, есть химические способы, которые там устраняют болезни, но мы до конца не можем знать отдаленные последствия, поэтому лечить психику с помощью таблеток можно только в очень острых случаях, а в остальных случаях, как бы изменением окружающей среды, соответствующим воспитанием, изменением системы питания и так далее. В этой сфере можно как-то продвинуться, а так, пока мы не выйдем из этой химизации медицины, наверное, других способов трудно предложить. Продолжение следует...